мне 30 лет я молодая красивая девушка но знаете кем бы я была сейчас в россии старородящий советское акушерство и гинекология рассматривала женщин которым 27 лет как старородящих это вполне себе медицинская история и у меня возможно бы забрали право на аборт если бы я захотела его сделать если научимся отговаривать женщина свершения абортов сразу статистика пойдет вверх и возможно лишили бы право на высшее образование право женщин на образование делает женщину успешней кто же будет рожать детей кто будет заботиться о детях а теперь давайте обо всем по порядку действительно отметку старородящие ставили в медкартах женщин старше 25 лет но это было в ссср а в конце 18 века старородящий считалась вообще 20-летняя девушка о чем это говорит что время не стоит на месте и активно развиваются медицинские технологии повышается уровень жизни и в целом ее продолжительность да и вообще раньше 30-летние женщины мужчины выглядели по-другому кстати сейчас я живу в испании и здесь официально женщина можно рожать по страховке до 43 лет фанаты ссср не устают повторять что мол вот были времена было хорошо рождаемость была какой высокой вы только посмотрите но о том что высокая рождаемость характерна прежде всего для малоразвитых стран в которых нет средств контрацепции и большинство рожденных таким образом детей являются нежеланными фанаты ссср вспоминать не любят а почему вообще падает уровень рождаемости все просто из-за спада рождаемости и одновременно высокого уровня смертности эти показатели обычно выпадают на военное и послевоенное время когда рожать не от кого потому что всех забрали на фронт и там же на фронте имеются огромные потери что-то напоминает правда а тут еще и массовая миграция конечно какие-то меры нужно предпринимать но ничего лучше придумать не смогли и заговорили о запрете абортов простыми словами мясо заканчивается рожайте новое как бы ужасно это не звучало но это реальность уже два региона рф крым и курска область отказались проводить аборты в частных клиниках и это только начало но остаются же госклиники скажете вы да но перед тем как дать разрешение на аборт они потаскают вас по разным инстанциям в том числе психиатром чтобы запугать делать эту процедуру активно продвигать эту тему поручили рпц видимо чтобы люди боялись совершения греха аборт православия это тяжелый грех ну и тут ларчик тоже очень просто открылся и где же как не в россии действительно проблема с популяцией существует огромная страна а население совершенно недостаточно нуждаемся в большем количестве людей это факт очевидно его все предусмотрены политики и социолог если вот эту проблему решим если научимся отговаривать женщин на свершение абортов сразу статистика пойдет вверх очень хочется ответить этому человеку но лучше всего за меня сделает вот этот твит правительство тоже активно подключилась вот такое гениальное предложение поступило от горя депутата султана хамзаева цитирую предлагаю к рассмотрению инициативу финансового поощрения женщин решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт с последующей передачи ребенка на воспитание государству как вам такое думаю обрадовались сейчас только неблагополучные семьи с пьющими родителями которым нужны деньги в данном случае о здоровье будущих детей думать очень страшно никто не говорит что аборт это хорошо но у девушек должен быть выбор делать его или нет дети это прекрасно но хочется их рожать в развитой стране где ты уверен в завтрашнем дне а не в том что твоего ребенка в будущем какой-нибудь большой дядя заберет воевать за какие-то свои интересы ну и сладкой вишенкой на торте в сегодняшнем выпуске будет тема образования а точнее идея что высшее образование переоценено и учеба мешает девушкам рожать детей такие сообщения начинают вбрасываться в сми нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования нужно перестать плодить количество молодых людей которые вот это получают высшее образование которое но потом по сути ну ни к чему не приводит их они либо начинают работать совершенно по иным специальностям либо еще что то и вот этот поиск себя он затягивается на долгие года и в результате выпускается вот эта детородная функция это слова сенатора челябинской области маргариты павловы и кажется что после них даже ведущий царграда офигел по словам сенатора такая ментальность начала формироваться сто лет назад демографический кризис стал следствием революции которая дала возможность женщинам работать они забыли про свое предназначение рожать и сохранять домашний очаг к слову сама сенаторша в 2000 году окончила челябинскую госакадемию культуры по специальности социолог психолог социально культурной сферы а вот первую дочь родила лишь спустя четыре года после выпуска поздновато маргарита а еще по мнению маргариты рождаемость невозможно поднять с помощью экономических мер цитирую это совершенно ложный путь и опыт оаэ это доказывает там просто забросали семьи всевозможными мерами поддержки но коэффициент рождаемости не растет ответ лежит духовно-нравственной сфере система ценностей должна быть пересмотрено дети берутся не в богатых квартирах а в голове думаю любая среднестатистическая российская семья сейчас с вами бы поспорила и не отказалась бы чтобы их забросали всевозможными мерами поддержки до речи об ограничениях образования для девушек пока не идет но как видите почву уже прощупывают и не просто так него только интересно а что дальше нельзя будет ходить с распущенными волосами и бесплатка отнимут право голосовать а давайте вспомним что исторически россия это вообще-то очень прогрессивная страна не то что сейчас конечно и женщины в россии очень рано добились прав работать в сравнении кстати со многими европейскими странами разводиться голосовать распоряжаться своим имуществом получать образование и так далее этому опыту уже более ста лет за эти права боролись долгое время как это сейчас можно взять и перечеркнуть кажется вслед за молодыми людьми уезжающими от мобилизации последуют девушки стремящиеся к саморазвитию и не желающие становиться инкубаторами для воспроизводства мобилика Продолжение следует...